Привет, друзья! С вами Светлана. Сегодня мой тег немножко необычный. Я решила ответить на вопросы тега игры от Риты из Австралии. Ссылку на Риту и на ее видео с тегом я, естественно, оставлю в описании. Это тег для людей, вышивающих и вышивающих с чувством юмора. Рита предложила нам поразмышлять, пофантазировать на тему вышивального апокалипсиса. И не просто апокалипсиса, а зомби-апокалипсиса. При всем при том, что я большая любительница ужастиков, но все-таки призраки, привидения мне как-то ближе, чем зомби. Хотя про зомби я тоже посмотрела много фильмов и есть любимые, но больше про зомби я люблю фильмы, которые более ироничные, более с юмором такие. Вот что-то типа «Зомби по имени Шон». Вообще я люблю английский юмор, чуть не сказала американский, хотя американский юмор тоже прикольный. Но Саймон Пэк тоже один из любимых актеров. В общем, кто не видел и хочет весело провести время, я рекомендую этот фильм «Зомби по имени Шон». А так, другие фильмы про зомби я тоже, конечно, смотрела, но не в таких объемах, повторяю, как призраков. С призраками мне все-таки как-то поинтереснее. Но, тем не менее, Рита предложила нам игру, тест на тему зомби-апокалипсиса, что бы мы делали вышивальщицы, если бы на наш мир напали зомбашки, как мы их называем с детьми. Итак, замечательное утро выходного дня. Вы сидите с чашкой чая за своим любимым процессом. И вдруг вы слышите первую шумиху, крики зомби и начало хаоса. Ваши действия. А. Бросаете все, включаете новости и пытаетесь понять, что происходит. Нет, это не мой вариант. Б. Делайте рукодельный YouTube погромче и продолжайте вышивать, ведь конец процесса уже так близок. Вот это скорее мой вариант, потому что, ну что, зомби могут кричать на улице по разным причинам, могут просто кого-то так называть или обзывать. В общем, что волноваться-то лишний раз. Тут процесс идет, тут вышивка идет, а тут какие-то зомби. Да ну нет, вышиваем. Следующий вопрос. Через какое-то время хаос и крики наполняют весь город, и вы понимаете, что пора делать ноги. Ваши действия. А. Забиваете походный рюкзак едой и лекарствами. Б. Выбиваетесь из графика на 20 минут, потому что обложились пакетами для дорожного процесса, и решаете, какой из них не шуршит, чтобы не привлекать внимание зомби. И В. Свой ответ. Я выбираю вариант В. Что же я буду делать? Хаос крики в городе ради бога. Ну, мы-то живем зомби-апокалипсисы обычно, где происходят в Америке, да? Ну, мы живем в России, поэтому у нас все просто. Я беру бутылку водки. Нет, не для себя. Спускаюсь с ней в подвал, где стоит у меня урановый реактор. А на этом урановом реакторе спит мой любимый медведь. Тот самый в ушанке и с балалайкой. Правда, балалайка у него уже упала под реактор. Бужу своего медведя, даю ему подзакрепиться бутылкой водки. Он ее выпивает, заряжается энергией и, собственно, получает задание мочить зомби, пока я вышиваю. Потому что, ну, что это такое? Зомби будут лезть и мешать моему любимому увлечению. Пусть Мишка разбирается. Не зря же я его пою водкой. Итак, пока Мишка у нас разбирается с зомби, мы переходим к следующему вопросу. Наконец, вы собрались и идете по разрушенному городу. Ага, значит, Мишка у нас все-таки не совсем справился, да? Вам неожиданно приходит уведомление о Wi-Fi в ваши действия. Обновляете ленту новостей и пытаетесь связаться с друзьями и родственниками. Б. Уже собрались открыть новости, как вспомнили о скидке в 30% в вашем любимом рукодельном магазине и решили проверить распродажу на наличие вкусных цен их на Хачушки. Я, наверное, ближе к варианту А. Я обновляю ленту, связываюсь со своими вышивальными подругами и зову их пограбить в вышивальные магазины, потому что в зомби-апокалипсисе уже никому не до вышивки. А мы такие классные придем и возьмем то, что нам нужно. Конечно, это нечестно, но в этой неразберихе, господи, кому нужны эти наборы, правильно? Кроме нас, вышивальщицы. Следующий вопрос. После долгих скитаний по лесу за пределами города вы останавливаетесь на отдых и хотите развести костер. Так как вы все-таки взяли несколько любимых наборов и схем, то ваши действия. А. В топку летит все без разбора, главное согреться. Б. Со слезами на глазах вы бросаете в огонь наборы, но желательно по очереди. И разного производителя, так как по ходу делаете заметки для будущего видео или статьи на тему набор какого производителя лучше горит. Нет, ни тот, ни другой, это не мои варианты, поэтому я выбираю вариант В, свой ответ. Я свищу и вызываю своего медведя, который в это время прикрывал нам тыл, замачивая зомби. Он прибегает, и я говорю, Мишань, нам нужны зомби для растопки. И мой верный медведь просто приносит нам те зомби, которые лучше горят, и мы спокойно делаем костер, растапливаем его, наслаждаясь сомнительным ароматом свежеубитого зомби. Итак, наборы все целые, естественно, в рюкзаке. Пятый вопрос. Страшная ночь прошла, и вы продолжаете свой путь. По дороге находите рацию и пытаетесь настроиться на канал, как вдруг слышите знакомые слова по лукре, остре, сложение, фрузилок, гем, наперсток. Ваши действия. Срочно зовете на помощь и даете свои координаты, ведь вышивальщица вышивальщицу не просит. Срочно даете свои координаты для вышивальной встречи, где собираетесь обсудить насущные вопросы, как соорудить походный станок, как защитить процесс от влаги и зомби, слизи, подойдут ли остатки зомби, как натуральный краситель для тканей. По поводу натурального красителя сразу скажу нет. Он будет слишком-слишком духовитым. Не надо. Запах на ткани все-таки останется. Хотя разводы будут красивые. И в свой ответ. Я, услышав в рации знакомые слова, прислушиваюсь, начинаю внимательно слушать, о чем же говорят эти вышивальщицы. И как только слышу, что одна из них собирается размечать канву карандашом, вклиниваюсь в разговор с криками, «Ты что? Это же смерти подобно! Ты не отодрешь карандаш!» Поэтому давай, бери ниточки и размечай. Лучше всего нитками, мононитью или что там у тебя под рукой. Вот. Наверное, так. Да. Ну и потом мы можем связаться, договориться о встрече, поболтать, как нам вышивать в период зомби-апокалипсиса. Переходим к следующему вопросу. Связь резко оборвалась, но вы услышали направление к убежищу. Эх, не удастся нам все-таки с девчонками встретиться. По дороге вы заходите в пустой город и заброшенный шоппинг-центр. Оказывается, что не обчистили только два магазина – аптеку и гипермаркет «Леонардо». Ваше действие. Конечно, аптека. Вы заполняете свои запасы лекарств на все случаи жизни. Это А вариант. Б. Конечно, аптека, но только после «Леонардо». Все-таки в ту ночь вы сожгли все свои рукодельные запасы и жутко об этом жалеете. В. Конечно, нафиг аптеку. Бежим сразу в «Леонардо». Какие лекарства? Кому нужны лекарства в зомби-апокалипсисе? А вот в «Леонардо» вполне могут лежать еще неплохие наборчики от Дим и не только. Поэтому бежим, набиваем свой рюкзак наборами, палитрой ДМС и в путь дальше, не забыв прихватить своего мишку, который тем временем нам прикрывает отход. Пока вы пытались впихнуть всю палитру ДМС в рюкзак с лекарствами, на вас нападают бандиты и отводят в свой лагерь. Вечером около костра они просят рассказать вас самую страшную историю вашей жизни, ваши действия. А. Придумываете на ходу, как срезали головы зомби и играли ими в футбол. Б. Рассказываете историю, как однажды вышили большой кусок не тем цветом и два вечера потратили на распарывание. Страшная история, конечно, но я не думаю, что она впечатлит бандитов. Поэтому вариант В. Свой ответ. Тут мы с Мишкой снова пытаемся поймать Wi-Fi, ловим его, заходим в вышивальную группу «Я вышиваю», в которой когда-то были такие ночи ужасов, где показывали страшные работы с зелеными пятнами на лицах. Показываю эти вышивки грабителям, пытаясь их напугать бандитам. Бандиты, конечно, не сильно пугаются. Тогда я взглядом указываю Мишки на бандитов, и он с ними спокойно разбирается. И, наконец, или не наконец, нет, следующий вопрос. Ваша история не впечатлила бандитов, и они высадили вас в эпицентре зомби. Ваши действия. Зовете на помощь и отбиваете от зомби, чем попало. Притихли в уголке и пытаетесь решить, какие иглы лучше подойдут для дротиков, бахин или прим. Сразу нет варианта В. Дротики нам не подойдут, потому что все знают, что от зомби можно избавиться, только отрубив им бошку. Поэтому вариант В. Мы с медведем хватаем подручные материалы, может быть, штыковую лопату или что-то нам попадется еще. Или Мишка просто голыми лапами отрывает голову зомби, я ему помогаю. И мы выбираемся из эпицентра зомби, оставив огромные завалы гниющих и разлагающихся тел. Девятый вопрос. Ваше искусство пробивания глаз зомби из дротика, но в нашем случае это отрывание голов зомби, поразило спасателей из убежища. Они довезли вас до дома, где вы можете отдохнуть. Ваши действия. А. Падаете на первую кровать и засыпаете сном младенца. Нет, спать нам нельзя в это время. Б. Устраивайтесь в кресле у окошка и продолжайте дорожный процесс. Заманчиво, но в такое время это тоже нам не подходит. Поэтому я выбираю В свой ответ. Мы собираем совет вместе со спасателями, разрабатываем план о том, как бороться с зомби, укрепляем наше убежище, ведь это все нужно для того, чтобы обеспечить себе спокойную вышивку. Подкармливаем мишку очередной бутылкой водки, а может быть даже и двумя, и отправляемся на борьбу с зомби. Ну, пусть я и не Мила Йовович из обители зла, но чего и не сделаешь ради того, чтобы отвоевать себе время, спокойное время для вышивания. Пока зомби будут на нас нападать, ведь вышивке нашей будет грозить большая опасность. От зомби летит много слизи, много всяких неприятных частей, поэтому нам нужно с зомби бороться. И как только мы побеждаем зомби, я спокойно вытираю руки и беру свой любимый процесс, который и заканчиваю. Вот, не удалось мне повышивать вместе с вами, потому что тег был очень такой быстрый и очень много приходилось читать. Но у нас здесь есть еще и итог. Для тех, кто выбрал вариант А, это оказывается настоящий вышивальный герой, который может выжить в зомби-апокалипсисе. Вариант Б, это вышивальный маньяк, у которого шансов пережить апокалипсис немного, но зато только он сможет восстановить вышивальный мир после апокалипсиса. И так как я выбрала больше всего вариант В, то по этим итогам получается, что я темная лошадка в мире вышивания. И ваши действия сложно предугадать. Они могут быть как логичными, так и иррациональными. Поэтому советую вам найти странную, ругающуюся между собой парочку вышивального героя и вышивального маньяка и стать их золотой серединой. Только так вы все вместе доберетесь до убежища. Но у меня опять же, здесь альтернатива. Темная лошадка. Это мой медведь в ушанке, который любит спать на урановом реакторе и кушает водку. Поэтому мы с медведем побеждаем зомби и спокойно я вышиваю, а медвежонок мой продолжает отдыхать на урановом реакторе. Я надеюсь, вам было не скучно со мной. Желаю вам спокойной вышивки, свободной от всяких страшных зомби и прочей нечисти. Вышивайте в свое удовольствие. А с вами была Светлана и ее урановый мишка. До новых встреч. Пока.